Сегодня в рубрике автогаджеты расскажу вам о том, почему нельзя устанавливать на машину колеса диаметром больше заводских. Многие знают, как правильно выбрать диски и шины для своего авто, но при этом покупают колеса большего размера. Но повседневная эксплуатация диктует свои условия. Так почему же не стоит устанавливать колеса больше заводских? Сначала определимся, что значит больше. Практически для всех авто производители предлагают колеса и шины разного размера. Все эти варианты прошли испытания и оптимальны для использования. Если вы купили машину с дисками в 15 дюймов, но в другой комплектации предлагаются 17-дюймовые колеса, то вы можете установить такие и на свою ласточку без опаски. Говоря больше заводских, мы имеем в виду прежде всего колеса крупнее тех, которые рекомендует производитель. Но даже если действовать в пределах дозволенного, физику не обманешь, и установка 17-дюймовых колес вместо 15 не пройдет незамеченной. Определимся с тем, что колесо – это готовый к установке элемент, который состоит из шины и колесного диска. Разберемся по порядку. Диски большего диаметра имеют больший вес. Логично, что растет неподрессорная масса. Здоровое колесо сложнее раскрутить двигателю, расход топлива станет выше, а динамика хуже. Вместе с диаметром диска обычно растет и его ширина, и изменение вылета. Нагрузка на подшипники увеличивается, а их ресурс сокращается. Поэтому они могут служить на 20, а то и 30% меньше. А в некоторых случаях могут сыпаться через каждые несколько тысяч километров. Ну а теперь перейдем от дисков к шинам. Правила рости веса вместе с размером тут тоже действует. Шина большего посадочного диаметра солиднее по массе. Она и добавляется к массе колеса в сборе и итоговой неподрессорной. Чаще всего диаметр диска увеличивается за счет уменьшения профиля шины. То есть для того, чтобы большой диск влез в арку, нужно одеть низкопрофильную резину. Уменьшение профиля – это ухудшение плавности хода и общего комфорта автомобиля. Более тонкая шина хуже гасит удары и передает их дальше, соответственно, на диск и подвеску. Еще один недостаток – это финансовая сторона вопроса. Больше денег придется отдать не только за новые диски, но и за резину, шиномонтаж и за потенциальный ремонт. В числе неприятных последствий еще можно упомянуть изменение точности показаний спидометра. С постепенным ростом диаметра колеса он будет врать все сильнее. А еще нужно обязательно помнить о том, что с увеличением ширины шины растет ее способность, как по планированию. Одним из главных недостатков нестандартно больших колес является то, что они банально запрещены законом. Технический регламент таможенного союза прост и непреклонен. Разрешены только те, что соответствуют рекомендациям эксплуатационной документации изготовителей транспортных средств. КОНЕЦ